Привет всем! С вами снова я. После маленького перерыва я снова с вами. Я чуть-чуть приболела, так что не обращайте внимания на вот эту маленькую неприятность над моей верхней губой. И с каждым из нас получаются такие неприятности. Сегодня я вам не буду рассказывать что-то по поводу макияжа или по поводу красоты, а я вам расскажу и покажу мою коллекцию бижутерии, мою коллекцию украшений. Как я поняла, очень многим из вас эта тема интересна, так что я покажу и расскажу о каких-то самых моих любимых вещах, расскажу, где их купила, что они для меня значат. И я думаю, что всем вам будет интересно. Давайте приступать! Начну я, наверное, с того, что расскажу и покажу вам мои сережки, мои самые любимые сережки. Мне очень нравится носить длинные серьги и одним из самых моих любимых сережек являются вот такие вот сережки. На первый взгляд, очень спокойные, классические серьги, но на самом деле они смотрятся очень ярко, они смотрятся очень стильно. Это мне в них и нравится. Они одновременно яркие и одновременно классические и стильные. Их очень здорово носить на свидание, их очень здорово носить в клуб. Они подходят абсолютно под любую одежду. Выглядят они как такие три-два кружочка и камушек. Вот такие вот простые, но в то же время интересные серьги. Мои самые-самые любимые серьги. Они у меня и поломались, я их чинила. Ну вот, слава богу, я их спасла и я очень счастлива, когда я их одеваю. Каждый раз я их одеваю, у меня создается такое особое, очень такое интересное настроение. Из моих последних сережек длинных, которые я приобрела, это вот такие серьги с бабочками. Вы видели у меня их в моих новогодних видео. Они очень дешевые, но смотрятся достаточно ярко, интересно. Я не знаю, наверное, летом их уместно носить. Это было куплено в магазине аксессуаров Дива. Очень дешевый, но в то же время хороший магазин. Вот такие вот серьги. Миллион у них разных интересных вещей, которые, я уверена, придутся по вкусу любой из вас. Мои сережки, которые я ношу в клуб. Очень часто я их ношу в клуб, когда хожу. Вот они выглядят таким образом. Опять же, очень дешевые. Я их купила в Испании, когда училась там. Они подходят, в принципе, под любую одежду. Практически под любую. Они вот так дергаются на... Когда их носишь. Смотрятся достаточно ярко, достаточно интересно. Мне они нравятся именно для клуба. Я вам покажу мои выпускные сережки, которые я одевала на выпускной в школе. Выглядят они вот таким образом. Это такая бабочка и жемчужинка. Наверное, покажу на листе А4. Будет заметно больше. Выглядят они вот таким образом. Очень яркие, переливающиеся. Это из дорогой бижутерии. И к ним у меня еще было очень красивое ожерелье. Сейчас, секундочку. Покажу вам во всей красе. Вот так выглядит ожерелье. Как видите, оно очень переливается. Такое яркое, девичье. Это такие бабочки, скрепленные, со стразиками. Это, опять же, куплено в отделе дорогой ювелирной бижутерии. Когда его одеваешь, оно смотрится так по девичье. Достаточно нежно, но ярко. Что мне очень нравится. Оно очень сильно переливается. То есть, оно в выпускном была вся такая блестящая. В софитах. В общем, было довольно своим образом. Из таких девичьих, нежных, но в то же время, опять же, ярких, сережек длинных. У меня есть вот такие вот сережки. Такие, скажем так, если у вас не очень строгий начальник, в начальниках можно носить и в офис. Они не очень длинные. Ну, как не очень. Достаточно длинные. В миру заметные. Вот, в общем, если надо что-то такое яркое, но в то же время скромное, то мои сережки вот такие вот меня спасают всегда и везде. Другие сережки, которые уже не длинные, а не вушка, они у меня идут в комплекте. Вот такие сережки-пуговки, как я их называю. Это сережка. Прямо она идет такая вот вушка. Разные-разные стразики. Очень яркие, очень переливается. И к нему вот такое вот колечко. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот, выглядит это вот таким образом, с колечком. Очень интересно, ярко. Например, мне нравится носить это летом, когда в образе минимум такой яркой одежды, спокойные джинсы, спокойная кофта. И вот такой комплект, мне кажется, достаточно интересно смотрится. Переливается на солнце. Все, как я люблю. Как вы поняли, я очень сильно люблю стразы. Еще мои очень интересные сережки, на мой взгляд, выглядят таким образом. Это черненое серебро. Для меня они очень много значат, потому что были куплены мной в Питере, в Санкт-Петербурге. Этот город я очень сильно люблю. Невероятно красивый. Каждый раз эти сережки мне почему-то напоминают какой-то такой антиквариат бабушкиной сережки, такие по наследству, которые достались. И когда я одеваю эти сережки, мне почему-то кажется, что у меня создается такой очень классический, интересный образ, когда я поднимаю волосы наверх, одеваю эти сережки, и почему-то у меня сразу такое умиротворенное состояние. Я очень надеюсь, что люди вокруг, им тоже кажется, что я вся такая классическая, вся такая интеллигентная питерская девушка. В общем, эти сережки я одеваю, когда у меня именно такое настроение. Мне они очень нравятся с таким каким-то, непонятно, красно-черно-фиолетовым камушком, напоминают мне. Дальше покажу вам чуть-чуть мою коллекцию колечек. У меня их немного, но они мои самые-самые любимые. Как я вам уже рассказывала в моих предыдущих видео, мне очень нравятся большие кольца с большими камушками. Одно из таких выглядит вот таким образом. Такой розовый камушек на серебре. Смотрится адекватно, естественно, летом. Несмотря на то, что он очень большой, смотрится оно достаточно женственно. Так сверкает, переливается. В принципе, ценности никакой он не имеет, просто мне нравится, вся его ценность. Дальше мое так называемое 3D-кольцо, как я его называю. Выглядит оно вот таким образом. Это две бабочки, которые сидят на таком своеобразном цветочке, на камушке, на желтом и на розовеньких камушках. Выглядит оно вот таким образом, как будто бабочки присели на руку. Опять же, ношу я его летом, ношу его, когда у меня джинсы и белая майка, скажем так, когда минимум-минимум-минимум аксессуаров в образе. Я одеваю это кольцо, и, в принципе, больше ничего не надо. Очень яркое, но мне кажется, такое оригинальное колечко, которое как-то приковывает к себе внимание. Единственное, с ним надо быть аккуратным, потому что он цепляется за одежду, за сумки, за молнии и так далее. И за волосы, выдирает очень много волос. И еще одно мое очень особенное колечко, это Сваровский. У Сваровский была в свое время такая водная тематика, водная коллекция. И вот мне подарили такое колечко, которое я называю рыба. Это мой своеобразный, скажем так, друг. Я очень надеюсь, что вам видно по камере. В любом случае, здесь вот вы увидите картинку с этой рыбой, и вам будет яснее, как эта рыба выглядит. Это такая очень объемная, достаточно тяжелая рыбка. А в стразиках, опять же, летняя, ну, смутная, представляю, что кто-то ее может одеть зимой или осенью, может быть только такой уже теплой-теплой весной. Это кольцо у меня связано с очень особенным человеком, и каждый раз, когда я одеваю это кольцо, на меня, у меня просыпаются все такие хорошие чувства, какие-то позитивные эмоции. И, в общем, это не кольцо, а сплошной позитив для меня. Так что это вдвойне особенное колечко для меня. Если вы смотрите меня постоянно, то вы, наверное, заметили, что я очень часто в своих видео одеваю браслеты из натуральных камней. Я очень в последнее время увлеклась вот такими вот браслетиками. На это не обращать внимания, это отдельная история. В общем, это черный агат, белый агат, бирюза, тигровый камень, розовый кварц, губчатый коралл и сердолик. В общем, это очень интересные браслеты. Я их все покупаю в ВКонтакте в группе Берта Джулс. Зайдите, посмотрите, очень хорошие украшения, очень качественно сделаны. Вот, например, у меня есть такой сердоликовый браслет. Он достаточно объемный, и на нем вот такой красивый маленький брелочек в виде черепашки. Мне, я очень извиняюсь, если вам не видно, если камера не фокусирует, поверьте на слово, что черепашка очень-очень милая. Следующий у меня губчатый коралл, на котором вот такие вот два брелочка в мексиканском стиле. Это мексиканская черепушка и сердечко, тоже как-то связано с мексиканской историей. Розовый кварц, на котором висит вот такой вот камушек и... Что это? Бутылочка с парфюмом. Я, наверное, не буду вам их тогда тошно показывать, потому что вряд ли камера сфокусирует, и вряд ли вы увидите всю эту красоту. Расскажу самое интересное, как я ношу эти украшения. Я одеваю свои часы, у меня они черного цвета. И потом, вне зависимости от чего-либо, просто как мне хочется, я одеваю вместе с часами вот эти вот браслетики. Они такие небольшие. Очень часто я одеваю черно-белый вариант, когда иду в офис, например. Вот так это выглядит. С часами это выглядит еще интереснее, мне кажется. Мне нравится, какой звук издают эти браслетики. Говорят о том, что когда вы ругаетесь с кем-нибудь, либо обсуждаете что-то активно, да, то надо делать вот таким образом, чтобы камушки издавали вот этот звук. И тогда атмосфера между вами и человеком, с которым вы ругаетесь, будет немножко разряжаться. И ссоры сами по себе уйдут. Я часто этим пользуюсь, очень часто так делаю. Мне это нравится, мне нравится этот звук. Главное не сойти с ума, мне кажется. В общем, эти украшения мне на данный момент очень-очень нравятся. Была бы моя воля, я бы, наверное, носила их прям до локтей. Вот это все мои браслетики на данный момент. В планах у меня купить еще розовый кварц маленький. Очень мне нравится сердолик тоже маленький, красивая яшма. В общем, если бы была моя воля, я бы, наверное, в этой группе ВКонтакте скупила абсолютно. По поводу моих часов. Часы у меня выглядят вот таким образом. Они черненькие, достаточно увесистые. Мне кажется, даже какой-то в мужском таком стиле это Томас Сабу. Еще очень часто в моих видео вы меня видели вот в таких украшениях. Это вот такая кольчушка на таких веревочках, ниточках, непонятно. Это пластмассовая кольчушка. На ней приделаны такие разные бусинки, чуть-чуть с металлическими вставками. Очень смотрится ярко, но в то же время оригинально. Смотрится очень красиво под пиджак, под платье, под что угодно. Также к нему идет вот такой вот браслетик. Вот так он выглядит. Абсолютно идентичный с этой кольчушкой. Абсолютно идентичный. Часто также я этот браслетик ношу с часами. Смотрится тоже достаточно ярко, интересно. Единственное, что, конечно, эта кольчушка немножко царапает часы. Но, в принципе, на один-два вечера одеть можно. Вот смотрится так ярко. Вместе с этой кольчушкой мне очень-очень-очень нравится. Еще в моей коллекции есть вот такое вот старенькое, но, мне кажется, не потерявшее своей стильности и красоты сердечко. Это Сваровский. Оно мне было подарено еще в школе родителями. Оно такое светло-коричневое на кожаном шнурке. Почему оно мне нравится? Мне кажется, оно очень стильное. И в то же время, вне зависимости от того, что оно старое достаточно, оно не теряет своей стильности и как моды. его можно одевать абсолютно подо все. Будь то майка, будь то свитер. Я его ношу как на голое тело, как сейчас. Я его ношу и на свитера, какие-то батники и так далее. Его можно одевать как под грубую одежду, так и под шелковую одежду. Оно переливается, когда прямые солнечные лучи или электрический свет попадает прямо на него. Когда не надо, оно не переливается. В общем, такое стильное, в меру яркое, в меру неяркое сердечко. Мне оно очень нравится. Часто его очень сильно ношу, когда в школе носила его вообще каждый день. Оно такое увесистое, прям как, наверное, из Титаника. В общем, вот такое сердечко у меня еще очень есть. Такое мое родное, уже в душе моей сердечки. Ну что, я думаю, наверное, вот и вся история о моих самых любимых украшениях. У меня еще есть, конечно, некоторые сережки, браслетики и так далее, но они уже не так интересны, как те, о которых я вам рассказала. Очень надеюсь, что все те, кто ждали этого видео, были удовлетворены. Если вам понравилось мое видео, обязательно ставьте пальцы вверх. Если у вас остались какие-то вопросы, либо комментарии, пишите внизу в отделе комментарии. Я вас очень сильно всех жду в моем Твиттере, в моем блоге, в моей группе ВКонтакте. И обязательно-обязательно еще с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока!